Одно из бытовых, повседневных для жителей частного сектора дел унесло три человеческих жизни. Заведено угловное дело. Подробности в первом материале программы. Здравствуйте, в студии Антон Старостин. Вы смотрите большой проект ЧП Соликамск, который посвящен чрезвычайным происшествиям, следственным проверкам, расследованиям, инцидентам на дорогах и судебным приговорам правонарушителям. Вот краткое содержание этого выпуска. По какой причине возник пожар, в котором погибло трое соликамцев? Следователи проверяют факт смерти двух соликамских пенсионерок. За какую новостройку в частном секторе под суд отправятся два товарища? В Позже на отзоре подвели годовую статистику по пожарам. Число погибших на пожарах выросло в восемь раз. Если в 2022 году этот показатель равнялся одному, то в 2023 в Соликамском округе уже восемь. Причем четыре человека погибли в два последних дня уходящего года. 31 декабря 2023 года в микрорайоне Шахтерский по улице Металлургов 18 произошел пожар в частном гараже. На данном пожаре обнаружен погибший. 30 декабря 2023 года в северной части города Соликамска в частном секторе произошел пожар. На данном пожаре обнаружено трое погибших. Предварительная причина возгорания – использование бензина при растопке твердотопливного отопительного котла. Когда полыхнуло, соседи успели вывезти трех несовершеннолетних детей из дома. В случившемся разбирается следственный отдел по Соликамску. Уголовное дело возбудили. Личности погибших найденных в помещении котельной домовладения установили. Двое молодых мужчин. Один 2000 года рождения, второй 2001 года рождения и женщина 1977 года рождения. В настоящее время в ходе предварительного следствия проводятся следственные мероприятия, назначаются судебные экспертизы. По результатам проведения предварительного следствия будет принято законное решение. О еще одном пожаре, который случился в первый рабочий день наступившего года, мы расскажем чуть позже. А пока переходим к рубрике «Автовидео», в которой попадают видеозаписи ДТП, последствий аварий, нарушения правил дорожного движения водителями-пешеходами и прочей необычной ситуации на дорогах при Камье и рядом с ними. В подборку этой программы попали погоня за пермским гангстером в Чувашии, дурной пример подрастающему поколению и вызволение легковушки из снежного плена без автоэвакуатора. 36-летний ранее судимый Пермяк переполошил чувашских полицейских. Сперва он, не оплатив бензин, уехал с заправки на трассе М7 «Волга», а затем, пытаясь скрыться от патрульных экипажей, врезался в шесть автомобилей. Во время погони водитель бросал под колеса служебных машин металлические шипы, но все же его поймали. Оказалось, что на «Тойоте» спереди и сзади висели разные номера. А в салоне машины правоохранители нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде металлических шариков. Пистолет, пулемет, кедр, револьвер, тренажа, самодельный кастет, прибор ночного видения и более 600 патронов различных калибров. С задержанным работают ФСБ и Следственный комитет. Машинка стояла двое суток, наверное. Сейчас будут ее выдергивать. Видимо, эвакуация автомобиля очень дорогая в городе Перми. Из-за этого вот такими методами выдергивают автомобиль. Скорее всего, наверное, даже бампер сейчас отпадет. Будем смотреть. Почти получилось. Халейсь, все порвалось. Отлично. Трасса. Мать с ребенком. Господи, с ребенком. Сама кончикная. Но детей-то зачем? Да. Этот рискованный переход дороги очевидцы сняли в Перми в районе остановки Спешилов. Вот по этим координатам мы ждем ваши видеозаписи, если вы стали очевидцем каких-то нетипичных ситуаций на проезжей части или вблизи нее. А сейчас переходим к обзору недавних происшествий. В праздничные выходные жители поселка Сим обнаружили мертвой свою пожилую соседку. По данному факту был осуществлен выезд следственной оперативной группы. По приезду было установлено, что женщина пожилая 1929 года рождения была обнаружена у входа в свой дом с телесным повреждением на лице. В настоящее время с следователями проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В отделении реанимации Соликамской горбольнице скончалась пенсионерка. В причинах ее смерти разбирается следователь. В ходе проведения проверки установлено, что 30 декабря женщина была обнаружена в помещении подъезда многоквартирного дома на территории города Соликамска. По материалу проверки назначена судебная медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. То есть на женщине были какие-то травмы? Черепно-мозговая. Девятого января 1924 года в утреннее время на стоянке около СКРУ-2 по Уралкалий произошел пожар при прогреве легкового автомобиля. В результате чего моторный отсек легкового автомобиля выгорен полностью. Пожарными подразделениями пришлось вскрывать автомобиль для ликвидации чага возгорания. И искать владельца автомобиля на предприятии, так как сгоревшая машина заводилась для прогрева самостоятельно, по расписанию. Продолжаем. Соликамский суд скоро рассмотрит дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Предмет, на который позарились обвиняемые, кстати, весьма нетипичный. Прошлым летом житель частного сектора, приехав на свой земельный участок, не увидел забор, который строил несколько дней. Мужчина начал поиски в своем районе и обнаружил новую беседку в одном из домовладений. Материалы, из которых она состояла, показались знакомыми и потерпевший со своими подозрениями обратился в полицию. Сыщики установили, что доски крадены, а подозреваемые два товарища, которые таким образом воплотили мечту своего друга о беседке в реальность. В вечернее время 20-летний обвиняемый и его несовершеннолетний друг возвращались с речки домой. Их путь пролегал через частный сектор, где активно велось строительство домов и подсобных помещений. На одном из участков они увидели строящийся забор и новые доски. Наказание по части 2 статьи 158 может быть разным. Штраф исправительной, обязательной, принудительной работы, ограничение или лишение свободы. Взрослые и юные соликамцы могут внести свой вклад в борьбу с наркоторговлей и наркоманией. Причем сидеть в засадах, рискуя жизнью и здоровьем, не надо. Подробнее узнаете из заключительного материала нашей программы. «Спасем жизнь вместе» – так называется конкурс социальной рекламы, антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни, который запускает МВД России. С 10 января по 20 февраля 2024 года проходит региональный этап. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы, предоставив работы по следующим номинациям. Первое. Лучший макет наружной социальной рекламы, направленный на снижение спроса на наркотики. Второе. Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Третье. Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и конкурсную работу в срок до 20 февраля 2024 года по электронной почте UNK-конкурс собака-яндекс.ру либо по адресу город Перим, улица Куйбышева, 85, с 9 до 17 часов. На этом все. Надеюсь, вы извлечете правильные уроки из всех видеоматериалов проекта ЧП «Соликамск». Желаю, чтобы у вас не возникал повод вспоминать номера телефонов экстренных служб. Меня зовут Антон Старостин. До свидания. Продолжение следует...